В октябре в минувшую пятницу выбирали лучших работников культуры региона. Областной форум организации работников сферы культуры Рухани-Казына-2019 прошел в здании Центра искусств. В нем приняли участие представители городских и районных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений. Областной форум организации работников сферы культуры и искусства Рухани-Казына проводится в октябре уже второй год и становится для общественности традиционным. В мероприятии, кроме работника сферы культуры, приняли участие Аким области, Андосын Уразалин, секретарь областного маслехата Санья Колдыгулова. Цель форума – повышение роли культуры в обществе, создание единого культурного пространства, обмен опытом, в частности, инновационными методами развития этой сферы. И, конечно же, популяризация достижений и имиджа работников культуры и искусства. В ходе форума десятки библиотек, музеев, культурно-досуговых центров выставили свои экспозиции, наглядно доказывающие, что организации работают и совершенствуются. В библиотечном деле в регионе особых проблем не наблюдается. По словам Маржан Курганбаевой, сейчас в области функционирует более 200 библиотек. Книжный фонд постоянно пополняется. Кроме того, в библиотеках города и районов активно открываются каворкинг-центры. Это позволяет привлечь в храм знаний большее количество посетителей. Библиотеки в данное время, у нас второй год, мы по новой форме открываем на базе сельских районных и областных библиотек. Каворкинг-центры, где абсолютно новая интересная форма, где молодежь и взрослые, и дети с огромным удовольствием приходят в библиотеки. Соответственно, здесь выделяются средства для того, чтобы приобрести необходимое оборудование. И если, например, на сегодняшний день у нас уже по области 9 каворкинг-центров, еще дополнительно будут открываться где-то 8 еще. Потому что с областного бюджета выделены деньги, чтобы действительно для начала, хотя во всех районных центрах и в областном центре были эти каворкинг-центры, и последующим, чтобы районные акиматы эту работу продолжали и обновляли оборудование библиотек, чтобы побольше привлекать читателей. Актюбинцы, в отличие от руководства управления культурой, подобного оптимизма не разделяют. Немалая часть горожан читает, но в библиотеки почти не ходят. Мало времени и, наверное, рекламы местных центров мудрости поколений. У нас сейчас и библиотека-то, я не знаю, где находятся. А книг у меня дома много, я читаю книги, и дети наши тоже читают. Как вы думаете, у нас сейчас библиотеки развиваются или нет? Нет. Почему? А где они? Хотя бы поставили где-то, вывеску поставили, что библиотека. А где у нас библиотеки есть? Ни одной библиотеки я в городе не знаю, кроме той, что на детских товарах. Больше я не знаю, где еще библиотеки есть. Но если бы у вас было бы время, возможность, вы бы ходили в библиотеки? Конечно. Конечно, я и детей буду приучать читать книги, потому что книги – это все равно лучше, чем электронный интернет. В библиотеке я забыла, когда я была, я когда в институте училась, я вот заходила в эту библиотеку, мы искали книги чисто, как сказать, ну вот, я институт железнодорожный закончила, мы искали книги чисто по технике. Вы давно были в библиотеке? Да, в колледже еще когда училась в университете тогда. А вот сейчас бы, если была возможность? С удовольствием, да, с удовольствием. И детей с собой взяла, с удовольствием. Время не в телефоне посидела уже, а почитала книги. Не зря говорят, незнание не освобождает от ответственности. Этот опрос мы специально провели возле областной универсальной научной библиотеки имени Сактагана Байшева. И только одна из опрошенных сразу указала на то, что знает ее расположение. И то, потому что в период обучения читала здесь специализированную литературу. А ведь у самой покрупной в регионе библиотеки глубокая история. А ее фонды хранят колоссальные объемы информации. Вместе с вами мы предпримем экспедицию в самый большой храм знаний Актюбинской области. Актюбинская областная универсальная научная библиотека имени Байшева – одно из старейших культурных учреждений области. Она ведет свою историю с 1896 года – времени создания в нашем городе первой публичной библиотеки. Об этом факте культурной жизни города Актюбинска было написано в Тургайской газете. За 5 января 1896 года по старому стилю библиотека имеет свой устав, который выполнял роль рабочего документа библиотеки. Общество мещан города был сформирован первоначальный капитал в размере 300 рублей из пожертвования горожан, который затем был потрачен на закупку книжного фонда и самого простого оборудования для библиотеки. Городская управа взяла на себя обязанность выделять ежегодно 50 рублей на содержание библиотеки. Инициативный кружок местной интеллигенции принял на себя все заботы по обустройству и организации работы библиотеки. Фон библиотеки был небольшим и состоял в основном из книг легкого чтения. Книг на казахском языке совсем не было. Средств, выделяемых городской управой на содержание библиотеки, постоянно не хватало. Существовала она в основном на добровольные пожертвования горожан. Обслуживание читателей было платным и поэтому пользовалась ею лишь сравнительно небольшая часть горожан. Однако на сегодняшний день известно, что фонд библиотеки также пополнялся за счет передачи книг из частных библиотек горожан. В фонде редких книг Актюбинской областной универсальной научной библиотеки имени Сактагана Байшева сохранились книги с фоксимильными печатями, характерными для начала 20 века. Например, мы можем видеть книги с такими печатями, на которых возможно прочтение имени дарителя. Таран Михаил Семенович он передал в дар библиотеке собрания сочинений «Карамзина. История государства российского» 1892 года, которое было издано как приложение к журналу «Север». Большое значение развитию библиотеки придавал городской староста Мощенский Василий Иванович. Мощенский Василий Иванович был городской староста с 1909 по 1918 год. Закончил он всего лишь курс двухклассного русско-казахского училища, основанного в 1884 году в Актюбинске. О нем нам известно, что он был первым поселенцем, выучившим, свободно разговаривающим на казахском языке. По его инициативе в городе стал издаваться Актюбинский городской вестник, явившийся значительным подспорьем для библиотеки города, ибо он доносил до читателей новости и многие другие интересные факты наиболее мобильно, чем так называемые центральные газеты. При Мощенском фон библиотеки стал пополняться книгами, издаваемыми в качестве приложений к московским журналам «Нива» «Север», ибо эти издания были относительно недорогими и в качестве приложений печатались наиболее популярные в те годы книги. Нельзя не назвать еще одно имя Арсений Мазохин, который, как и Алтын Царин, был воспитанником профессора Ильминского. Мазохин являлся учителем, имевшим духовное звание. Он также много времени уделял библиотеке, но старался, чтобы горожане, бывшие и его прихожанами, читали достойную литературу. В истории нашего города Мазохин остался как первый покупатель первых номеров Актюбинского вестника. Он послужил прообразом для создания памятника «Постоянный читатель газеты «Диапазон». Открытого в 2006 году в нашем городе фонд библиотеки был невелик, но вклад библиотеки в развитие и формирование культуры города был немаловажным. Сегодня библиотека имени Байшева – это десятки профессионалов своей деятельности. Удобные читальные залы, открытый доступ к тысячам изданий, но дух торжественной тишины в фондах у сотен стеллажей остался неизменным. Понятно, ведь храм знаний всегда требует своей атмосферы, и тем не менее библиотека меняется постоянно. Ход времени и современные тенденции накладывают свой отпечаток на стиль работы библиотеки. Самым явным доказательством этой метаморфозы является открытие каворкинг-центра в библиотеке. Он стал одним из первых в области и законодателем моды на новый вид информационных услуг для посетителей. Сегодня у нас в областной библиотеке в каворкинг-центре проходит мастер-класс ораторскую искусство. Как говорить детям, как выступать, как готовить пресс-релизы. Это не только у нас первое мероприятие будет, это старт нашего мероприятия в областной библиотеке. Будут люди к нам приходить по субботам и воскресеньям. У нас впереди ожидается проект с ради тандем. Не только с ради тандем, я думаю, в дальнейшем у нас будут проекты с ради октября. Я надеюсь, что мы с кем работаем совместно, мы будем работать ВКонтакте. Все это дети учатся ораторскому искусству. Это программа. Программа сама направлена по программе «Рухамни Жангру». Каворкинг-центр на базе универсальной библиотеки имени Сактагана Байшева стал седьмым в регионе в рамках партийного проекта «Белим Орта Лахтерын». Здесь есть все условия для работы и развития творческих способностей людей всех возрастов. Для удобства посетителей центр оснастили бесплатной сетью Wi-Fi, установили ноутбуки и QR-коды для онлайн-чтения. Юные посетители центра могут провести время за настольными играми. Отметим, что в самом Октубе действуют два каворкинг-центра. Еще пять открыты в районах области. Первый полноценный центр распространения знаний в формате каворкинг был создан на базе Бестамакской сельской библиотеки Алгинского района. В течение года открылись еще шесть современных центров знаний, в том числе и в четырех районах региона. Модернизация библиотек позволит сформировать новую систему ценностей среди молодежи, прививать любовь к чтению, формировать культ знаний среди подрастающего поколения. В каворкине у нас на сегодняшний день пришли дети из колледжа. Это автодорожный колледж. Несмотря на свою профессию, дети увлекаются еще чтением, ораторского искусства. Я думаю, что это зависит от воспитателей, кто занимается в колледже с ними. Например, Була Джима Баевич, он заинтересован в детях по разным направлениям работает. Но на сегодняшний день это Айсен Мурсинова сегодня пришла к нам проводить такой мастер-класс. А совсем недавно в библиотеке имени Баишева были подведены итоги акции «Селфи с любимой книгой», которая объединила десятки пользователей социальных сетей. Конкурс был приурочен ко Всемирному дню книги. «Селфи» получила огромную популярность среди современной молодежи. Учитывая этот факт, библиотекари предложили своим читателям поделиться своими литературными предпочтениями. При запуске конкурса «Селфи с любимой книгой» сотрудники библиотеки исходили из того, что молодежь склонна больше доверять мнению своих сверстников относительно различных изданий. В целом, проведя конкурс, сотрудники библиотеки, организаторы достигли сразу нескольких целей. Популяризовали библиотеку, привлекли детей к чтению книг. И так участники конкурса фотографировали себя с книгами и выкладывали в сеть. В результате больше всего лайков, более тысячи, собрала ученица 10 класса из Мугалжарского района Салтанат Таласова. В рамках Всемирного дня книги и авторского права сегодня мы подводим итоги конкурса «Селфи с любимой книгой». Также сегодня мы будем поощрять наших активных и постоянных читателей благодарственными письмами за активное участие, за преданность нашей библиотеке, за любовь к книге и чтению. Есть мнение, что в глазах большинства современной молодежи чтение литературы не является интересным и нужным занятием. 19-летняя Мария Вишенина, пожалуй, исключение. Девушка также стала участникой конкурса и говорит, что книга, а в личной библиотеке Марии насчитывается порядка 800 книг, это не удел унылых ботаников, а вещь, необходимая каждому успешному и уважающему себя человеку. Книги – это все-таки что-то великое в каждой жизни человека, это всегда нужно. Я думаю, такие конкурсы очень полезны всем людям, независимо от возраста. Каждый должен читать и что-то брать из этого. Участников конкурса чествовали сотрудники библиотеки. Им вручили за активное участие небольшие презенты и благодарственные письма. Также собравшиеся поразмышляли о роли книги в своей жизни и о том, почему нужно читать. Руководитель областного управления культуры Маржан Курганбаева также высокого мнения о работе библиотеки имени Байшева. По ее словам, сейчас этот храм знаний переживает свое возрождение. Новые методы и технологии для работы с читателями позволяют в разы увеличить количество посетителей библиотеки. Они максимально в данное время помогают нашим районным сельским библиотекам по очистке фонда библиотек, по новой технологии, соответственно, по новой форме работы проводятся максимально семинары, практикумы. На место выезжают наши работники для того, чтобы им оказать практическую помощь. Чувствуется, конечно, вы если почувствовали, то и вот этот новый каворкинг-центр, который привлекает очень много молодежи и очень много мероприятий интересных, мне нравится, что действительно вот эта новая форма дает возможность раскрыться нашим библиотекарям и им самим интересно работать в таком масштабе. И тем более вы заметили, что у нас практические библиотеки, музеи, клубы без выходных работают, поэтому любое время наши горожане могут посетить наши библиотеки и музеи, и мы желаем им, конечно, творческих успехов. Сегодня Актюбинская областная универсальная научная библиотека имени Байшева – это не просто место, где можно найти необходимую специализированную литературу. Библиотека старается быть полезной не только для студентов или специалистов, она должна стать местом семейного паломничества, предоставлять возможность читать и отдыхать, заниматься любимым хобби и занять свое положенное место в душе просвещенных казахстанцев. Субтитры создавал DimaTorzok